21 мая 2017 года на территории городского округа Зарайск состоялись выборы депутатов Совета депутатов. Всего на территории городского округа организовано 33 избирательных участка. На 18 из них работают комплексы обработки избирательных бюллетеней. Технические средства, которые уже давно опробированы на территории Московской области, и сбоев в работе технических средств нет. На 15 избирательных участках тестируется система машиночитаемого кода QR-код, которая вступит на территорию всей России с 1 июля повсеместно будет работать. То есть эта система позволяет еще более утвердить избирателей и наблюдателей всех участников избирательного процесса в том, что выборам можно доверять. И, собственно, выборы – это наше общее дело. Необходимость проведения выборной кампании была обусловлена законом Московской области об организации местного самоуправления на территории Зарайского муниципального района, принятым 28 декабря 2016 года. В рамках реорганизации были объединены территории городского поселения Зарайск, сельских поселений Гололобовское, Каринское, Машоновское, Струпненское, без изменений границ территории Зарайского муниципального района. Городское поселение, образованное путем вышеуказанного изменения состава территории Зарайского муниципального района, было наделено статусом городского округа. Представительным органом городского округа Зарайск является Совет депутатов городского округа Зарайск, выборы которого прошли 21 мая. Численность Совета депутатов, установленной законом Московской области, 20 человек, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. При этом депутаты избирались по смешанной системе. 10 по единому избирательному округу пропорциональное число голосов, поданных за списки кандидатов депутаты, выдвинутые избирательными объединениями. 10 по одномандатным избирательным округам. Явка на избирательные участки составила 29%. По 10 одномандатным округам победу на всех участках одержали представители партии «Единая Россия». По спискам, выдвинутым избирательными объединениями, набравшими максимальное количество голосов и обеспечившими себе места в Совете, голоса распределились так. Партия «Единая Россия» — 40% проголосовавших избирателей. Коммунистической партии Российской Федерации — 28%. Либерально-демократическая партия — 15%. Согласно закону Московской области, Совету депутатов, который официально приступит к своим обязанностям в ближайшее время, предстоит избрать главу городского округа Зарайск. Валерия Маркович, Герман Беляев, студия «Квант» Зарайское кабельное телевидение.